Приветствую! Традиционно у нас есть с вами несколько минут на то, чтобы обсудить рыночную ситуацию. Но вот именно на эти ситуации я бы хотел сегодня забить, потому что в принципе ничего интересного, сверхкрутого, раскрутого нет на рынке. Но да, есть какие-то конкретные торговые идеи, какие-то нюансы, их можно узнать, если вы посмотрите непосредственно на мой авторский канал. Ссылка должна быть в комментариях, там конкретные инструменты вас могут заинтересовать. Но что-то выдающееся, оно куда-то кануло в лето, оно не тревожит, не в перспективе обозримой, не в прошлом. Но сегодня я хочу поднять острую и достаточно тему и сначала задать вопрос вам. Подскажите, пожалуйста, а вы ставите стопы в своей торговле? Прошу вас поставить на паузу этот видеоролик, написать в комментарии ответ и только потом продолжить просмотр. Смотрите, почему я задаю этот вопрос? Потому что есть у меня когда-то записанный видеоролик, называется он «Три причины потери денег на рынке», где я очень доходчиво, активно рассказываю, почему именно люди теряют деньги на рынке. И отчасти из них все дело в стопах. И многие говорят, что все трейдеры ставят стопы. И в тот же самый момент утверждают, что большинство трейдеров теряют. А вот у меня такой логичный вопрос. А не теряет ли большинство трейдеров, потому что большинство трейдеров устанавливают стопы? Имеет ли право на существование такой вопрос, такой тезис? Вполне возможно. Сегодня я вам хочу показать данные, основанные на сервисе myfixbook.com. Я думаю, что все знакомы с этими данными. И я хочу показать очень интересные моменты. Дело в том, что сервис myfixbook.com – это сервер по мониторингу, по расшариванию стратегий торговых аккаунтов реальными деньгами. И данные можно интерпретировать по-разному. В том числе полученные данные сервис myfixbook.com строят что-то типа рыночного сантимента. Они показывают всем участникам рынка, как стоят трейдеры в рынке сейчас по конкретному инструменту, по конкретной валютной паре. И мы можем с вами определить, большинство покупает, либо большинство продает. И вот тут возникает такая вот дилемма, такая тактика типа, а если большинство теряет, значит надо работать против большинства. Соответственно, если народ в массе своей покупает, то надо наоборот им просто брать и продавать. Но забегая вперед, я вам хочу сказать, что это далеко не показатель. Как это все дело выглядит? Выглядит это все примерно вот так. Вот он выглядит таким вот образом Outlook индикаторы. Они же там, соответственно, продают свои такие индикаторы. Это не реклама, ребята. Это не реклама, это не обучение. Это мысли вслух, которыми я хочу вызвать вас на раздумья, на дискуссию. Конечно, все в комментариях. Согласны, не согласны. Если не согласны, причины, доводы и так далее. Но выглядит все это вот таким образом. То есть, здесь видно валютную пару на какой-то торгуется. Тенденции, где больше в лонгах либо в шортах. Короткая строчка нам покажет, что в покупках 95% трейдеров находится по евре. Но популярность показывает нам, что евро у нас самая популярная. А вот фунт-доллар. Многие считают, что фунт-доллар второй по популярности инструмент. На самом деле нет. По состоянию на сейчас вторую строчку, наверное, делят доллар-канадский доллар и доллар-японская иена. Третью строчку делят евро-иена. А потом уже австралийский доллар, евро-франк и так далее. Причем сегодня, обращу ваше внимание на то, что популярными инструментами по состоянию на сейчас являются те инструменты, которые безоткатно двигаются. Посмотрите внимательно на евро. Она падает достаточно уверенно и безоткатно достаточно долго. Причем большинство находится в длинных позициях. В коротких позициях по евро-яне находится и она растет. То же самое относится к паре доллар-канадский доллар, который тоже сумасшедшими темпами растет уже достаточно давно. И как бы не собирается пока к развороту. То есть уже с начала этого года пара доллар-канадский доллар растет. И в ней, посмотрите, народ в основном шортит. То есть по данным данного ресурса 96 участников рынка продает. Что делать? Классическая стратегия торговой против столпы говорит, что вам надо покупать. Но есть некоторые моменты, которые я вам сегодня покажу и скажу, что далеко это не так все просто, как казалось бы. На каких данных строится эта таблица? Эта таблица строится только лишь на подтвержденных реальных аккаунтах. Обновляется каждые 60 секунд. И итоговое средство, средство которым берется, это порядка 6,9 миллиардов долларов США. То есть достаточно большая выборка. И можно не то, чтобы судить, что весь рынок точно так же. А можно судить, что вот он весь рынок, 6 миллиардов. Ну, конечно, весь рынок Форексом значительно больше. Но это достаточно большая выборка. И не доверять этому ресурсу я не вижу смысла, потому что я не вижу смысла этого, чтобы этот ресурс вам давал какую-то утку в этом ключе. Что из интересного? Ну, 81% из реальных штатов, это я так понимаю, из расшаренных. Хочется отметить, что выигранные средства больше, чем потерянные. То есть это согласно этим же самым данным. Но здесь вот есть вопрос, да, относительно какого периода и так далее, и так далее. Но я вам хочу сказать, что глядя на эту картину, да, и глядя на то, как торгуют участники рынка, знаете, ну вот, напрашивается первый вывод, что далеко не все на рынке теряются. То есть есть люди, которые реально на рынке зарабатывают, и есть трейдеры, которые реально на рынке зарабатывают. Вопрос времени, да. То есть кто-то это делает очень ограниченное количество времени, кто-то это делает продолжительное количество времени. Но, как любого трейдера, да, так либо иначе, когда-то ждет свой слив, то есть когда это произойдет, через 30 лет, либо через 3 месяца, да, это вот вопрос к money management, к тому, как трейдеры относятся к своей торговле на самом деле. Я, честно говоря, вот у меня ресурсы есть, в котором я набираю хороших трейдеров, но вот я историю счета, который не насчитывает 9 месяцев, даже не рассматриваю. Потому что, по данным некоторых брокеров, в средний счет живет примерно 7 месяцев. И когда говорят, что 95% участия трейдеров теряют деньги, это не совсем правильная информация. Почему? Потому что нужно указывать за какой период, да. То есть если мы говорим, так сказать, по прошествию 10 лет, то да, может быть 99% трейдеров теряют деньги в течение, всего еще в течение 10 лет. Но, по данным открытых брокеров, да, около 71-74% трейдеров теряют свой счет в первый год жизни. Во второй год этот процент значительно падает и так далее, и так далее. То есть если вы выжили первый год, у вас уже есть какие-то шансы, хотя эти шансы не сказать, что прям крутые-раскрутые. Ну хотя бы в голове вы что-то обратили внимание. Как это дело выглядит в разрезе? То есть мы можем с вами включить европейскую валюту. Вот я это сделал уже здесь. А, нет, это канадский доллар. А это японская иена. Вот у нас европейская валюта. Ну вот и посмотрите внимательно, да. Это у нас как будто бы 4-часовой график. Ну не как будто бы, а 4-часовой график. Это у нас зелененькое, это количество покупателей. Красненькое, это количество продавцов. Ну здесь не в процентном соотношении, да, то есть 95 против 5. Нет. Здесь в лотах. То есть можно посмотреть, что по состоянию сейчас в лотах. Вот на эту строчку смотрите. Смотрите, в длинных покупках стоят 217 тысяч лотов, да. А в продаже 11 тысяч лотов. Ну то есть мы можем с вами говорить о том, что ну вот такое количество шортят, вот такой крыс покупает. Ну вот оно по 695 против 5. И смотрите, какое интересное наблюдение есть, да. Оно заключается в том, что практически всегда, когда рынок растет, накапливаются шорты. Всегда, когда рынок заваливается, накапливаются длинные позиции. Рынок растет, накапливаются короткие позиции и так далее, и так далее. И что, получается, что согласно этим данным люди всегда идут в противоход. Нет. Ну, первая мысль, да, они всегда торгуют против тенденции. Но с другой стороны, если помыслить немножечко глубоко, да, пошире, то можно найти понятное объяснение, которое я постоянно придерживаюсь. Этого придерживаюсь, да, понятное объяснение, каково. Ну вот, смотрите, в каждой конкретной точке, не будем говорить про анализ и так далее, и так далее, просто смотрим. 1.32. Вот доллар, канадский доллар, да, появился на точке 1.32. Вот он до этого рос, и так далее, и так далее. Появились участники рынка, да, которые считают, что количество, ну, что пара доллар, канадский доллар прекратила свой рост и можно продавать. и одинаковое количество участников рынка посчитала что пара доллар канадский доллар будет находиться ну то есть продолжить свой рост и решила купить то есть условно говоря у нас есть участника и у нас есть участник б я пока не буду говорить кто из них поставщик ликвидности да и вообще не буду говорить это очень большая такая тематика но прикол в том что в каждой конкретной точке это рынок да то есть вы должны понимать что в каждой конкретной точке в каждой конкретной сделки Количество покупателей, количество продавцов и объем покупаемый и продаваемый всегда одинаковый. Поэтому если 100 лотов купили, значит и 100 лотов продали. Вопрос только в том, кто с какими целями. Может быть кто-то открыл позицию, может кто-то закрыл позицию. Может быть это контрагентом выступает брокер. Может быть это контрагентом выступает поставщик ликвидности, если брокер нас перекинул и так далее. В общем вопросов и споров здесь много. Но концепция одна. То есть не бывает такого, что люди в лонгах находятся. Если кто-то купил, значит кто-то и продал. Ну ладно, бог с ним. Допустим, мы с вами приняли решение, что все классно, что все круто. И если инструмент, например, подрост, то у участника рынка под цифрой А у нас есть плюс 1000 пунктов. Но я буду считать от 32 до 33. А у участника А у нас в этот же самый момент минус 1000 пунктов. Вот и все. Дальше, если рынок, например, двигается вниз или каким-то образом корректируется. Не суть важны масштабы. Абсолютно не важны масштабы. Но тем не менее, коррекция какая-то стоялась. Давайте для простоты расчета, как будто она стояла сюда. В 32.50. У участника рынка Б у нас было плюс 100, а осталось плюс 500. То есть здесь большинство людей либо фиксирует свою позицию, либо просто-напросто закрывает. Потому что редко кто, согласитесь, это все волком в комментарии, редко кто, так сказать, спокойно относится к тому моменту, что он был в плюсе 1000 долларов. Например, да, сейчас плюс 500, и редко кто остается и рассчитывает на продолжение тенденции, на то, что все будет хорошо. Поэтому большинство участников рынка, и за это их нельзя ленить. Это абсолютно нормальная реакция на то, что прибыль уменьшается. Принимает решение о закрытии позиций. А вот тот, у кого было минус 1000, да, у него в моменте стало минус 500. И вот здесь ситуация с точностью, да, наоборот. Он принимает, он может подумать, что ситуация стала лучше. Но так оно и есть. У него была просадка большая, осталось чуть меньше. И знаете, я очень сильно сомневаюсь, что найдутся среди вас люди, которые согласятся на меньшую просадку, чтобы, ну, так сказать, скажем так, на меньшее зло, чем на большее зло. Что вы будете делать? Большинство людей принимает решение сидеть, ждать до выхода в ноль хотя бы. Соответственно, мы с вами так получаем, да, что когда рынок оказывается в этой точке, то мы получаем, что участник рынка Б, который паковал, он лишает свою позицию, его нету в сантименте. А вот тот, кто продавал, остается. И таким образом происходит постоянно и круто. То есть, вот вам банальное объяснение, почему на растущем рынке всегда застревают шортисты. Почему? Потому что не шортят, шортят и шортят. Но тогда, что получается? Получается, что они тогда все теряют. Далеко не факт. И вот тут возникает вопрос, а как они соблюдают свои какие-то позиции? Я сделал здесь несколько, три скриншота, которыми я хочу показать вам, как же реагируют участники рынка на то-либо иное изменение цены. Вот здесь у нас первый пример. Это европейская валюта. Она у нас заваливается. Вот здесь на мелком же графике это время находится вот здесь. То есть, мы видим, что в момент снижения очень сильно прорастают открытые позиции на покупку. Причем я сделал следующим образом. Здесь вот явный рост, здесь явный рост, здесь какой-то рост зафиксирован. Так, здесь рост зафиксирован и здесь рост зафиксирован. То есть, места, где набирается больше объем. Если приложить все это на график, то люди, трейдеры, покупали здесь, когда цена находилась здесь. Потом она стала заваливаться. Они начали докупать здесь. Потом цена заваливалась. Они начали докупать здесь и начали докупать здесь. Выходили они все в тот момент, когда состоялся рост. И средняя цена выхода вот на этом промежутке примерно вот такая. Тут такой момент, что вы можете самостоятельно просто взять и сравнить эти графики и увидеть, примерно оценить среднюю позицию. И что мы с вами получаем? Получаем, что у нас покупка здесь, покупка здесь, покупка здесь. Все это нарастающим объемом и совокупный выход из лонгов здесь. Что это получается? Это получается, что, скажем так, наш эфемерный испытуемый трейдер, который торговал на европейской валюте, что делал? Усреднялся. Ставил ли он стопы? Нет, не ставил. То есть, если бы он ставил стопы, он бы выходил из позиции. И, соответственно, вот этот вот весь объем, объем длинных позиций, он бы так не рос. А то, что оно увеличивается, причем раз, два, три, четыре, можно даже сказать, что оно увеличилось в три с половиной раза. То есть, условно говоря, этот эфемерный трейдер, совокупная трейдерская мысль, купил один лот здесь, купил два лота здесь и купил три с половиной лота здесь. А, нет, один лот, здесь один лот и здесь где-то вот лота полтора, может быть и два примерно. Получается, что этот трейдер усреднился. Причем, когда я говорю, что вот этот вот эфемерный трейдер, да, я говорю о том, что это среднестатистический. Безусловно, на этом падении есть люди, которые ставили стопы, да, возможно, как и вы. Безусловно, были люди, которые, значит, маржин-койла, да, потому что они не выдерживают такой просадки. Но понимаете, что с маржин-койлом это проблема не рынка, это проблема загрузки вашего депозита, вашей жадности. Но это ни в коем случае не говорит о том, что вот если все в лонгах, обязательно надо шортить, потому что все из лонгов начали выходить вот здесь, вот когда рынок уже начал двигаться вниз. И если вы примете решение, да, о том, что надо продавать против вот этой всей толпы и начнете шортить где-то здесь, то вы получите стоп там, где большинство заработает. И таких примеров можно привести очень много, пожалуйста, это доллар и иена, да, то же самое, вот он тот самый рост, вот он здесь также показан. И основной, так сказать, набор у нас прошел на этом росте, неплохо добрали вот на этом росте, я вот в этом ключе, да, говорю, неплохо добрали на этом росте. То есть это вот примерно у нас где-то здесь. Где был у них совокупный выход? Ну, я бы сказал, что раз выход в этой точечке, вот здесь выход примерно в этой точке, вот здесь основной выход вот примерно в этой точке. То есть, если оценить примерно объемы, то средняя цена выхода у этого эфемерного трейдера находится где-то здесь. А средняя цена входа sell, sell, sell. Причем вот два последних, так сказать, в лите, это достаточно большой объем. То есть, словно говоря, один лот и вот здесь тот по одному лоту тоже добавили. Что получается? Получается, что этот крутой эфемерный трейдер, который не ставит топы, а усредняет свою позицию, он оказался где? Он оказался в прибыль. Третий пример, коротко, я думаю, что будет примерно тоже понятно. И вы уже мысль на самом деле уследили. Тоже падение европейской валюты, доллар и иена. Падение здесь на гэпе, но гэп как такового не было. Это вот в этом месте было, вот он набор. До этого набор был присутствовал здесь вот на этой штуковине, вот он. И третий набор достаточно существенный на этом снижении. То есть, точно так же сбрасывали позиции по-серьезному, да, вылот на этом вот рубеже. То есть, примерно вот на этом росте. Получается, что покупали здесь, назовем это так, один лот, ну то есть немного, да. В два раза больше примерно два лота докупали здесь. И вот примерно в полтора раза больше, то есть полтора лота докупали здесь. Совокупная средняя позиция, чисто визуально как раз находится где-то здесь или может быть даже выше. И так вы можете посмотреть очень много. Я почему эту тему сейчас поднял? Потому что по состоянию на сейчас, да, посмотрите, пара доллар-канадский доллар. Ну вот это вот данные за 19 июля, да, то есть четырехчасовые. То есть, вы можете посмотреть, что сейчас людей, которые шортят пара доллар-канадский доллар, их значительно больше, чем хотя бы даже на том же самом месте было, я не знаю, там, когда это было, 20 ноября. То есть, тогда тоже шортили, но меньше. Это о чем говорит? Это говорит о том, что как бы сильный инструмент не рос, народ все равно будет продавать и продавать. И обратите внимание, они не ставят стопы. Я не то, чтобы не говорю, я не говорю, что каждый конкретный человек не ставит стопы, но в массе своей, понимаете? То есть, глядя на эти картинки, я прихожу к выводу, что в рынке остаются те и зарабатывают, либо не теряют, да, кто стопы не ставит. Но я не призываю вас брать, например, и усреднять свои позиции всю дорогу. Нет, ни в коем случае, это еще раз говорю, не обучение. Я не учу вас тут работать без стопов и с усреднением. Речь о другом. Речь о том, что вот эти вот 6,9 миллиардов участников рынка, речь о том, что вот эти вот депозиты с крупными балансами, депозиты с крупными объемами, да, которые, в принципе, и генерируют всю вот эту статистику, они не занимаются постановками стопов, они контролируют свою позицию. И если цена идет в их сторону, они выходят с профитом, если цена идет против них, то они набирают, как-то добирают позицию, да, и так далее, и так далее. И выходит тогда, когда есть всяческая возможность. Поэтому, ну вот, давайте так, да, глядя даже на тот же самый канадский доллар. Если мы с вами будем говорить о том, что окей, посмотрите, да, вот, допустим, мы сейчас не видим весь этот рост. Посмотрите, значит, участники рынка, значит, продают, да, значит, надо как бы покупать. Но прикол здесь в том, что люди, которые торгуют там, по этой статистике, которые генерируют эту статистику, они не знают будущее. Они понятия не имеют, будет ли разворот сегодня или нет. И вполне возможно, что этот рост продолжится, и они будут добирать еще короткую позицию. Хватит ли у них на это денег? Ну, вообще, денег должно хватить, потому что денег, в принципе, очень много. Да, кого-то вынесет по стопам, кого-то вынесет по баржанковам, но это проблема людей, которые неправильно рассчитали свои риски, а не проблема вот этой совокупной статистики. Аналогичная ситуация, в принципе, сейчас наблюдается и, как я сказал раньше, по евре, да, то есть тоже на хаях находятся лонгисты. Аналогичная ситуация в целом находится и по паре доллар-канадский, доллар-японская иена, да, которая на любой поплаточке роста вызывает огромное желание, так сказать, распродавать все, что у нас тут есть. То есть участники рынка продают, а потом на ближайшей коррекции какой-то выходит. Продают, а на ближайшей коррекции какой-то выходит. Продают, а на ближайшей коррекции какой-то выходит. И получается, что они как бы продают на растущем рынке и при этом оказываются в длинных позициях. Ну, единственное, что логично, у меня напрашивается вывод какой-то из всего того, что я здесь рассказал, ну, с точки зрения применения для трейдинга, это, наверное, в том, что не залазьте в инструменты, в которых, условно говоря, толпа не определилась. Залазьте в инструменты, в сторону толпы, но уже в каком-то самом конце. То есть, другими словами, когда вот уже все продали, вот прям все, прям вообще просто все распродают, распродают, да, вы тоже должны продавать. В расчете на то, что состоится тот откат, тот откат, тот отбой, который ждет вся эта вся массовая толпа. У вас будет небольшое преимущество, связанное оно с тем, что вы как бы зашли в продажу сейчас, а не целый месяц там шортите. Но это нисколько не значит, что прямо в течение одного-два дня все это однозначно развернется, а это значит, что вы тоже должны будете готовы, должны быть готовы к каким-то просадкам, к каким-то движениям и так далее, и так далее. Что касается меня, я, честно говоря, тоже в какой-то степени поддерживаю эту идею и давно достаточно уже практикую, особенно очень хорошо практикую на таких инструментах, как нефть, натуральный газ. И я нахожусь в длинных позициях по натуральным газам, и когда он заваливается, я каждый раз их увеличиваю, увеличиваю, и мне говорят, да что, что делаешь, что, что двигаешься, это против них. Да мне все равно, что я двигаюсь против тенденции. Я покупаю натуральный газ, потому что меня устраивает цена. Что касается просадки, ну я беру без плеча, поэтому в принципе моему депозиту ничего не грозит. Когда я начну зарабатывать, вот когда натуральный газ начнет отрастать, неважно, на новостях, на спросе, на чем-то угодно он там начнет отрастать, вот я буду в плюсе. То есть, другими словами, я поступаю точно так же, как и этот совокупный, скажем так, эфемерный трейдер. Поэтому теперь можете еще раз остановить видео на паузу и подумать, значит, какой ответ вы дали, ставите вы стопы или нет, и сравните свои действия с действиями, так сказать, тех участников рынка, которые в массе свои торгуют. Это достаточно большие депозиты, посмотрите, какие конкретные там балансы рассчитаны, как они там торгуются. То есть, это все очень серьезно и по-серьезному. Эти люди знают толк, ну, потому что счета, замониторенные через сервис MyFixbook, живут годами. Живут годами и как бы им вообще в этом плане ничего не делается. Надеюсь, вам было интересно. Если да, поставьте любой коммент. Ну и все, спасибо за внимание.